еще раз друзья добрый вечер решил поделиться с вами еще раз видео своей аналитикой произошло очень много событий в мире и вообще есть что обсудить и по поводу ну и так вкратце скажу ситуации у нас в республике кое-что там какие-то такие вещи скользко ситуации там мире на украинской войне то же самое политические оценки кое-какие дать и по поводу выборов еще хочу сказать знаете нам как политическим активистам оппозиционных взглядов очень важно что происходит в америке сейчас понимаете америка для нас последнее дело это как для православных мусульман правоверных мусульман мека так и для наверно либералов оппозиционеров америка американская демократия но мы как бы будем посильную помощь оказывать будем оказывать влияние на английском языке будем ролики записывать через ресурсы там свои отправлять в америку американским политическим активистам будем помогать общаться с ними будем у меня кстати неплохие контакты с кори буш конгрессменкой от белом движении бывший так мы с ней общаемся частенько английском языке вот будем записывать видео на английском опубликовывать ну кое-что будет попадать здесь значит тоже но в бурятии что здесь болото обычные цены растут приходит полный город коллег куча народу на и сло зарплаты платят только тем кто работает на военно-промышленный комплекс либо ездит на вахты причем у корпорации я же говорю такая тематика чтобы местных на работу ни в коем случае не брать местные из бурятии должны ехать куда-то в другой регион а в бурятию приезжают других регионов причем жалуются рабочие что их просто выживает зарплаты не платят то есть наносимые условия труда создают а приезжают узбеки им сразу дается жилье выплачивается хорошая зарплата больше чем нашим кстати и вот это повсеместно вот еще летают этим бомбардировщики целыми днями здесь же летный полк перетащили в бурятию сюда тери они тут бесконечно с утра до ночи летают эти бомбовозы там как живут на жители морзовода я вообще поражаюсь с утра до ночи эти бомбовозы там в небе кружит у них далее в россии здесь тоже самое болото в маразм крепчает путинского режима пропаганда все сатане и больше оппозиционеров они обменялись значит на своих преступников военных до грубо говоря главное посмотрите кого они обменяли да вот туда они обменяли карамурзу да вот эту татарскую активистку там еще нескольких то есть людей которые в тюрьме вообще не должны были сидеть но так как у нас общество россия это люто фашистское государство не побоюсь этого слова именно с научной точки зрения не по какой-нибудь идеологии а с научной точки зрения россия является люто фашистским государством классическим фашистским государством во первых это диктатура крупного капитала монополий корпорации формирование правящего класса мощи пащу от чего фашизм это происходит что это такое это пащу пучок когда правящий класс формируется в пучок группируется и захватывает власть правление государством а самую главную политическую силу гражданское общество она начинает уничтожать путем вот именно что ставит вне закона гражданские движения и гражданские партии объединения сми свободные политических активистов именно инагентами нежелательными организациями и так далее вот они разбивают кирпичики гражданского общества чтобы не дать гражданскому обществу самосформироваться и представлять из себя какую-то политическую силу вот и все в россии тут правит над государственная фашистская группа которая использует государство демократическое как инструмент собственного преступления как нюрнберге говорил наш адвокат советский то же самое фашизм происходит в россии тем тем не менее в россии же он такой фашизм как как вам сказать он же здесь гибридный русские фашисты то они сформировались где в изборгском клубе мы вот именно про ядро говорим они прошивались всякое правильно ядро вот изборгский клуб посмотрите все члены изборгского клуба вот это вот ядро русских фашистов именно они русские фашисты не просто российские ведь им фашизм то именно чисто в русском фашизме зародился в изборгском клубе что там узбеки были что ли там бурят и татары никого там не было да они используют до пропаганду дурят вот этих вот головаров как этих клюпинов как зор там говорит я просто понимаете как мусор их барана будет это все а на самом деле самое то ядро русского фашизма идеологи все люди властные они же образовались именно в изборгском клубе вот все члены этого изборгского клуба есть грубо говоря фашисты русские ядро русского фашизма михалков там проханов и все эти вот затулины там ну и все так далее вся эта сволочь и русско-фашистская гадина не чистит ася вот там именно сложилось потом он же гибридно здесь в каком плане если там 20 веке фашизм и нацизм они как бы по разные стороны лагеря до складывались а потом уже заключили союз то в россии это произошло внутри государства одного именно россии то есть сплачивание ультралевых ультрасов можно сказать вот этих вот нацистов национал социалистов с именно с чисто ультраправыми фашистами типа кириенко вот этих вот которые изначально были ультраправыми фашистами кстати путин тоже относился к ним он никогда левым не был он всегда был ультраправым майн кампф была его настольная книга если бы он знаете был ультралевых взглядов он бы создал бы что-нибудь наподобие коммунистической партии в этом социалистической партии какой-нибудь уже никогда не создавал он создал эту фашистское дерьмо единая россия и все вот она еще в чем есть гибридность видите вот эта фашистская система в россии она видите сетевая такая где в каждом в каждом регионе складывалась такая своя фашистская верхушка которая грубо говоря порабощенным народом управляла но я конечно утрирую все как бы но это надо понимать что это конечно преувеличение идет немножко но тем не менее все равно да фашизм в россии же ведь зародился не только как скажем на аукционах правильно где вот эта вот группа жуликов приближенных государству с помощью татьяны яченко до дочери ельцина управляли и юмашево там да управляли грубо говоря государством раскупили все собственные за государственные же деньги да таких аукционов несколько было на самом деле никакие это не были аукционы это были просто сговор преступный сговор преступные сделки мошенничество потом когда встал вопрос об импичменте ельцину они все перепугались создали вот этот штаб нелегальной поддержки ельцина грубо говоря подделали выборы политтехнологиями грубо говоря подменили выборы политтехнологиями вот сохранили этот мумия ельцина власти еще раз да то же самое чтобы остаться в власти самим поэтому им потребовалась диктатура чтобы их самих не посадили чтобы люди там не начали задавать лишние вопросы где наша доля от ресурсов да почему так незаконно обогатились да поэтому они вынуждены были там прибегнуть где так диктатор студа для этого они вытащили этого путина там было 20 кандидатов такой самой незаметной молью был путин поэтому его и выбрали себе на голову как выяснилось потом хотя фашизация россии она давно происходила там она происходила параллельно эти запросы также были же в обществе немецкие фашисты германские ультраправые вот эти вот которых никто не отменял которых не добили к сожалению во второй мировой войну они все сохранились там снова сгруппировались только они ушли в тайны общества там все и сейчас вылазит снова наружу в виде адгэда что вот именно примечательно то что адгэта у них альтернатива для германии это же фактически штази гдэровская у них все голоса то полученные гдр за них же в западной германии фрг никто не голосует фактически они пользуются голосами только поэтому они социалистами то с немецкими вот этой сарой вагин к них вот этой фричкой ведьмы этой они так благополучно сотрудничают правильно они в россии вот пробирались весь бизнес фактически в питере там он был фактически немецкий немецкий финский чуть-чуть но основном немецкий кстати германская вот это вот ком корпорации винтерс халл она в россии трансформировалась в газпром а фактически по факту это винтерс халл есть . корпорации дочка концерна барс также как и бритиш петролиум у нас роснефть называется да британцы выкупили у михельсона вот эти вот тюменскую компанию на базе этого создали роснефть смотрящим поставили сечину да там миллера немцы вот фактически все вот эти госкорпорации это все транснациональные корпорации которые сюда вошли в россии они там другому называется там дебирс называется лоса на самом деле все остальное прочее правильно ни одной на самом деле чисто российской как корпорации здесь нет вот это монополии корпорации это и есть фашизм у нас вся страна попили на на госкорпорации и вот этот путинский режим он очень удобен для корпораций вот этих вот они его и держит понимаете источник всего этого фашизма госкорпорации вот это и является костяком русского фашизма кстати в америке которые выборы происходят сейчас то же самое трамп какой бы он не был подлец и негодяй да но многие же правильные вещи в адрес своих конкурентов озвучивать тот же самый дипстейк до аналог российской государственной группы просто российское государство она очень конусно выстроена понимаете поэтому здесь группа находится сверху то нам над государственная группа понимаете а тогда как в демократии она как бы в глубине государства находится сверху там невозможно находиться но так как бы прячется в глубину находится на дне такое дом на и глубинные государства deep state вот тот же самый американский правящий класс да 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 такие же корпорации они же и за трампом стоят на самом деле почему в америке только две партии то есть как бы либо демократы либо республиканцы правильно там нету никаких других партий альтернатив там не христианских демократов нету не зеленых ничего а почему так только две партии у них стоят потому что правящий класс сложился тот самый deep state он не дает другим партиям прорваться то есть он для него обе партии очень удобно там слева в правую руку там справа в левую руку перекидывают вот так власть и все как бы для них вот это вот они были там раньше было наверное усилились то вот все это прокладки с этим трампом они все это сделали они бы раньше усилились а им помешал ковид ковид их очень сильно выдал как бы сама природа она выступает на стороне правда и справедливости до человеческого достоинства перерождение апокалипсис да она же все религиозные вот эти вот установки они живы и имеют же прикладной материальный смысл во всем и в политике в жизни в нашей наступит царствие божие на самом деле это приход нового мира политики нового мира это либералы вот эти 30 традиционалисты это вот как раз все это старый мир путин сегодня лидером является традиционалистов на самом деле вся беда то в том что в америке демократы тоже такие же традиционалисты тот же байден такой же представитель старого мира как и путин как и трамп то же самое потому что этот дип стейт он грубо говоря не захотел видеть нового демократа его реформатора который был опасен для них очень мать мог бы прийти и наврашить там дел поэтому они выбрали мумию вот этого байдена а для того чтобы что-то на самом деле управление государством кто осуществляет сырую или убил бернс там фбр дай джек салон до бэрнс и салливан они вот вдвоем наводят там движуху а н.б. вот это все тоже сообщество спецслужб грубо говоря сообщество спецслужб и вот этих корпораций до крупного бизнеса политиков вот этих вот представляющих крупный бизнес вот это и есть самый дип стейт вот этот который кстати у них между ними тоже идет такая борьба на самом деле для них настоящий трагедии это будет если к власти придет хотя бы камала харрис она должна грубо говоря внести новую нотку в американскую политику вот свежую струю так сказать несмотря на всю непредсказуемость трампа он очень предсказуем на все на чем кичится на самом деле он является союзником этого на что он бочку катит на китай он катит бочку на самом деле он под китайцев ложится на россию что-то там говорит на самом деле это откровенный путинский агент вот и мы видим сотрудничество вот этих вот спецслужб американских именно с российским путинским режимом почему они не хотят падения путинского режима они кровно заинтересованы в сохранении путинского режима они ни копейки не помогают оппозиционным движением национальным движением ни копейки не помогает отвечая за каждое слово в россии они не помогают повстанцам которые грубо говоря воюют на территории украины на стороне украины против россии является являясь там грубо говоря вооруженная позиция уже складывается фактически такая вооруженная позиция вот в лице русского добровольческого корпуса регион свободы россии сибирского региона но опять же американцы там смотрят тщательно чтобы там не дай бог ни один джевелин там не отдай бог там ни один кун там атакам стом в руки там не попал им там абрамс там какой-то автомат винтовка кепка американская чтобы не попало там им русским повстанцам понимаете что они делают с этими группировками скажем тогда боевыми группами которые партизанскими которые в россии там они их выдают понимаешь они их выдают фсб то есть они сотрудничают откровенно в пользу фсб то есть как бы мы видим полнейшее вот это вот как говорили мировое правительство вот это вот заговор спецслужб это и есть мировое правительство крупный бизнес и спецслужбы это беда своего всего мира современного представители спецслужб никогда не дай бог нельзя близко подпускать к власти понимаете их политики кстати чтобы они влияние хоть какой-то не дай бог это шапки они должны сидеть на цепи все когда тузик начинает командовать в доме это беда он должен сидеть в будке на цепи и кость грызть вот его задача не охранять дом там лаять когда намордник снимут с цепи там кидаться там защищать хозяев правильно против бандитов вот и все а так его место в будке кость полизал и пошел кость об агрессии пошел яйца облизывается в будку обратно вот их задача такая должна быть не больше этого иначе будет беда иначе это будет хунта диктатура и все прочее вот эти вещи там рассмотрим более подробно потом постараюсь я там со своей точки зрения сказать поэтому от этих выборов зависит очень много путь вы послушайте чё путин говорил то раньше типа сотрудничество всех спецслужб мира борьба с терроризмом вот они рисуют там муляж этого терроризма создают специально чтобы потом с ним бороться всеми спецслужбами объединиться создать такое мировое правительство теневое причем и грубо говоря заправлять миром то вот почему в израиле на тонком плане до начали пауки там все эти вокруг хромовой горы эти кусты то убивать это знак был господа что вот спецслужбы они вот в мире плетут этот заговор на самом деле но у них заговор грубо говоря сорвал и сорвал ты его не путин а сорвал зеленский тем что вовремя не покинул пост тем что остался тем что оказал сопротивление подлец и негодяй билл бернс грубо говоря договорился с этим подлецами патрушевым и с этим подлецом путиным негодяем ублюдком военным преступником до чтобы попилить грубо говоря украину мир мощен попилить мир а украина должна была отойти просто в зону влияния ответственности россии а там дальше у них договоренности были по тайваню по ливии по сирии и по всему прочему по миру они там уступают там украина уступает здесь украину они сдали грубо говоря так же как байден черт поганый сдал афганистан каким-то дикарем до к сейчас там такой же гадюшник всяких террористов складывается да как и в ираке тоже самое то есть это откат демократии назад с приходом байдена этом но это мумия у человека мумия президента никакой он не президент он ничем управлять не мог и не тогда и сейчас не мог хотя там его химии пичкаю там на самом деле управлять спецслужбы правильно вот эти вот спецслужбы которые сегодня откровенно там помогают грубо говоря путину даже вот этот обмен они затеяли каких-то там этих ну ладно там с нашей стороны там правозащитники вышли да а со стороны путин кого попросил на обмен один убийца второй там торгуется оружием третий еще какой-то негодяй подлеза полная полных уродов понимаешь чертей каких-то на чертей как меняли вот это характеризует государство понимаете россия сегодня террористическое фашистское государство только почему они признать этого не могут вон да мир надо менять мир надо менять не в россии а мир надо менять в америке вот в чем дело вот о чем надо с американскими грубо говоря конгрессменами переговариваться на какие темы на английском языке конечно все будет озвучено и главное кого они сделали кто заслугу так кому при пришли за вот этот обмен такер карлсон которого там я дал ему погоняла супер фрик до карлсон такер карлсон супер фрик в соцсетях до в американских но фейсбуке в инстаграме там в ютубе вот это вот этой твари там еще там некоторым негодяем до приписывают заслуги поэтому обмен вот какие они великие оказывается членососы путинского режима на подыгрывать или грубо говоря предатели америки на самом деле предатели да они не только америке предатели они предатели мировой демократии world democracy понимаете поэтому как бы мы их будем бить здесь и там одновременно потому что американские демократы это наши соратники напрямую вот это нечисть всякая там типа мага всей прочей гадости вот этих перевертышей всяких венцов черевенцев да они в общем получат свое место на помойке опять же я так думаю то что они придут к власти это но невозможно никогда я так думаю потом по поводу бурятской оппозиции да опять-таки я так думаю бурятской оппозиции и вообще нету кроме даже дугарова остальные все шныри понимаете они там выписывают вот эти темы там одно да потому вступим у соли да одно да потому они там выявляют грубо говоря же они же отслеживают кто там светится кто у них там комментарии отставляет там это грубо говоря вот как знаете вешают эту липкую бумагу на кухне чтоб туда мухи прилипали да и вот так же они спецслужбы мониторит вот эту вот всю публику которая там у них тусуется кто комментарии оставляет там то я тоже раньше по глупости туда леса сейчас я те дебри больше залазить не буду шныри шныри на шнуре сидит шнурем погонять понимаете для сложения оппозиции нужна оппозиционная среда поскольку в бурятии не было никогда оппозиционной среды следовательно вот это оппозиции с пробирки понимаете она там грубо говоря яйца выденого не стоит они все двигаются либо от ханхалаевского мархаевского клана либо от холлановского клана либо от петрова вот этого прокурорского кона прокурорского кона вот и все а эти слушаются кого нас грубо говоря путинскую сволочь от них двигаются они понимаете и также самое в улан-удэ кукловоды все эти там мордовские бархоновы гершевич и все это вся эта мразь которые грубо говоря является кукловодами в городе у которых руки по локоть в крови в заказных убийствах да все убийства этого толстоухого их спортсменов бандитов то на них же в основном мордовского совести то че люди которые должны сидеть пожизненно в тюрьме они у нас нынче там городом заправляют грубо говоря да когда у власти находятся порядочные честные люди подлецы и мерзавцы преступники негодяя сидят тюрьме а когда у власти находятся подлецы и мерзавцы негодяя преступники в тюрьме сидят честные порядочные люди то же самое что у нас в россии происходит ну я думаю недолго песенка это будет длиться да думаю скоро это все закончится вся эта тема меду в двадцать пятом году путинскому режиму будет конец все равно как бы видно что экономика у них на исходе армии на исходе все остальное справедливые силы в мире как и в америке демократия либерала до либерализм он возьмет вверх мы победим до свидания до скорых встреч